Журнал ФОМА представляет Святочные рассказы Марина Симакина Лимон на елке История про самый сладкий подарок в жизни Рождество и Новый год – любимейшие праздники у всех Они заранее начинают волновать своим приближением Пробежки по магазинам в поисках подарков для детей и друзей создают радостную суматоху Хочется дарить и получать радость И подарок – символ этой радости А как приятно ожидать старта новой жизни, которая непременно, непременно начнется сразу же с 1 января А у меня Новый год однажды наступил в октябре Я сильно простудилась, переболела Придя в школу после болезни, тут же подхватила грипп А через несколько дней покрылась ярко-красной сыпью В районе бушевала кори Прививки против кори тогда не делали Эпидемия распространялась быстро Трое суток лежала я в полубессознательном состоянии с температурой выше 40 Врач детской поликлиники, пришедшая на дом по вызову, устало сказала, что ослабленный организм вряд ли справится с новой напастью и надо готовиться к худшему Отец отличался взрывным характером и готовиться начал бурно Поднял на ноги всех знакомых и знакомых тех знакомых и нашел старенького профессора-педиатра, которого привез домой для консультации Тогда частные визиты докторов не практиковались, старичок отчаянно упирался, боялся неприятностей, но сопротивляться отцу было невозможно И вот доставленный под конвоем отца, озирающийся профессор входит в нашу комнату в коммуналке с дымящейся печкой Видит плачущую маму и разметавшуюся в жару маленькую девочку с температурой 41,1 Вот что он может сделать Что ему посоветовать, когда лекарств почти нет? Покупать фрукты зимой бюджет нашей семье не позволяет На витамины обычно набираются из варенья и квашеной капусты Ну и он посоветовал сделать мне ванну, чтобы снизить температуру Нарезать дольками лимон, пересыпать его сахаром и с ложечки вливать этот сок по капелькам в рот Есть и пить сама я, конечно же, не могла Вот казалось бы, что проще Но в нашей коммуналке не было ни ванны, ни души, ни даже горячей воды Мыться по субботам ходили в баню А для стирки или мытья посуды воду грели в кастрюльках на плите Но больному ребенку нужна ванна Доктор сказал Профессор Воду нагрели на плите в ведрах, взятых у соседей У нас самих было только одно ведро Большое корыто одолжили у жильцов с другого этажа Притащили в комнату и искупали меня, предварительно смерив температуру воды локтем Оставив мать вычерпывать кастрюлей воду из корыта, отец пошел искать лимон Девять вечера Магазины закрыты Ночных магазинов тогда не существовало, да и днем-то торговать было особенно нечем Отец поехал в Арагве, ресторан в центре Москвы, в котором все было, но безумно дорого Лимоны там он увидел, но продать их ему отказались Они предназначались только для клиентов Отец прорвался на кухню поговорить с шеф-поваром Как и о чем они поговорили, он тогда не рассказывал, но лимон ему дали Целый, не бесплатно, как мне подумалось в первую минуту Дескать, пожалели умирающую девочку, но у каждого есть и свои дети, вот и вошли в положение Но на кухне дорогого ресторана поступать в традициях рождественских историй не принято Отец выложил за лимон месячную зарплату, за которую съездил домой, да еще пришлось под занять у соседей, потому что часть денег из зарплаты уже была истрачена И вдобавок отдал полученный за храбрость фронтовой серебряный портсигар, именной В нашей семье его ценили выше медалей Медали и ордена имелись почти у каждого оставшегося в живых фронтовика, а вот портсигар или именные часы не у всех Отец сам нарезал лимон, пересыпал сахарным песком и аккуратно слил капельки сока, оставшиеся после резки на дощечке, в стакан На лимон положили грузик, чтобы он быстрее пустил сок Капал мне его с ложечки тоже отец, потому что боялся, что у наплакавшейся, перенервничавшей мамы будут дрожать руки, она прольет драгоценную жидкость Когда я очнулась, отец сказал «С Новым Годом!» После выздоровления я спросил, а почему он меня поздравил с Новым Годом осенью? «С Новым Годом по календарю жизни», — коротко сказал отец Вот так я и справил Новый Год в октябре, получив лимон, сладкий дар жизни Участковый врач потом сказал, что я выздоровела чудом Волшебной палочкой сотворившей чудо стала любовь и энергия моего отца С тех пор каждый год на моей елке среди разноцветных шаров висит лимон, перевязанный яркими нитями дождика Золотой шар в памяти моем отце, давшим мне жизнь и спасшим ее Золотой шар в памяти моем отце, давшим мне жизнь и спасшим ее Золотой шар в памяти моем отце, давшим мне жизнь и спасшим ее